всем привет с вами злой элвис и сегодня я буду делать аккумуляторную мини дрель он же гравер он же дремель короче ротационный инструмент посмотрите на эту кучу моторов тут есть и микро моторы из прошлого видео с разборки фотоаппарата и мощный мотор с видео с разборки принтера но сегодня из всей этой кучи моторчиков я выберу советские моторы дпр это коллекторные моторы на подшипниках и с полым ротором полый ротор дает очень низкую инерцию мотор может быстро раскручиваться и мгновенно останавливаться эти моторы очень надежные и редкие применялись в авиационной технике но если вам повезет вы можете найти их на рынке а если они еще будут стоить не дороже 300 рублей это считай удача я скупил почти все моторы у одного деда вернулся в молодости он их вытаскивал из различных электронных блоков валявшихся на помойке возле авиационного завода почему бы не использовать какие-нибудь китайские моторы из принтера можно но данные моторы имеют гораздо меньшие обороты чем советский дпр и для них придется использовать либо повышающие напряжение модули либо ставить несколько аккумуляторов последовательно что усложняет их зарядку ну и о компактности придется забыть в общем не есть мини дрель но она во первых проводная и требует наличия блока питания как минимум на 12 вольт которым естественно требуется розетка во вторых она очень неудобная кнопка включения находится сзади патрон слишком массивный да и гремит она неприятно пользоваться конечно можно но я хочу сделать инструмент так сказать для души удобный надежный тихий и красивый погнали смотри и так это почти все компоненты которые нужны нам для крафта мини дрели мотор dpr 42 h106 он рассчитан на 12 вольт а значит 3,7 вольта литий-ионного аккумулятора не будет для него сколь-нибудь существенной нагрузкой и его ресурс возрастет многократно вообще разновидностей таких моторов очень много есть и на 27 вольт но у них слишком маленький оборот и это нам не подходит далее нам нужен патрон я купил его на алиэкспресс кому нужно ссылку на патроны на прочие комплектующие я оставлю в описании конкретно этот патрон с отверстием 3,17 миллиметра также есть патроны под все распространенные диаметры валов двигателей вещь удобная качество отличная работать дрель будет от литий-ионного аккумулятора формата 18650 под брендом литокала в описании сказано что это высокотоковый аккумулятор с максимальным током в 25 ампер в чем я очень сомневаюсь но как вы позже увидите нам вполне будет достаточно только в 5 ампер далее нам понадобится плата зарядки на основе чипа tp 4056 несмотря на то что плата содержит защиту от короткого замыкания и от превышения тока разряда свыше 3 ампер задействовать я буду лишь ее функцию зарядки аккумулятора от micro usb а мотор подключу обход платы данная плата не держит требуемый ток и при старте мотора сразу уходит защиту сначала я хотел подключить мотор напрямую к аккумулятору и контролировать его разряд по снижению оборотов дрели что естественно неправильно и привело бы к быстрой гибели аккумулятора но этого не случится так как я чудом нашел у себя эту плату на 15 ампер я даже забыл что я покупал ее при снижении напряжения ниже двух с половиной вольт дрель просто перестанет включаться ссылка на эту плату также в описании ну и последний компонент микро переключатель даже не знаю что про него можно сказать при 125 вольтах он держит 6 ампер на больше нам и не понадобится корпус дрель я буду проектировать с нуля и печатать на 3d принтере а для этого сниму несколько размеров диаметр мотора 25 миллиметров длина 55 миллиметров вал тут ровно 3 миллиметра а патрон рассчитан на 3 целых 17 сотых миллиметра но мы решим эту проблему позже размер аккумулятора 18 650 присутствует в его названии убедимся в этом все верно длина ровно 650 миллиметров начнем с пустотелого цилиндра закрываю с одной стороны стенкой и делаю в ней отверстие отсюда будет выходить вал двигателя с обратной стороны я сделаю резьбу корпус будет состоять из двух скручивающихся половинок резьба создается путем вращения треугольника по спирали так выглядит деталь в разрезе но это еще не все я придам этой детали более эргономичную форму сделав стенки посередине тоньше это сэкономит пластик и время печати вы спросите почему бы не сделать ее тоньше по всей длине но нельзя это бы сильно ослабило резьбу теперь делаем вторую половинку корпуса в которой будет аккумулятор и кнопка включения тут также делаем резьбу и конусообразно утолщаем корпус чтобы сравнять его с диаметром первой детали строим вспомогательную плоскость и делаем вырез под микро переключатель задней части также создаем плоскость но делаем не вырез а наоборот выдавливаем эскиз в этой части будет располагаться плата зарядки аккумулятора эта часть корпуса получилось не сразу приходилось несколько раз переделывать чтобы вырез идеально подходил под размеры платы осталось добавить сглаживание и деталь практически готова кинув детали в один файл мы получаем простейшую сборку в которой мы можем посмотреть например как хорошо стыкуется резьба здесь вроде все нормально остается сохранить модели и загрузить их в программу слайсер который нарежит их на слои и сформирует файл для 3d принтера чтобы деталь не отлипала перед печатью обрабатываю стол принтера специальным 3d клеем очень удобная вещь до его покупки я пользовался клеющими карандашами но они оставляют комки и деталь все равно отлипают в процессе печати ну а пока деталь печатается я могу помолчать первая печать вышла неудачной деталь получилась почему-то слишком хрупкой и треснула при попытке отделить поддержки чего быть не должно пэтк очень прочный пластик но я понял причину я выставил слишком высокую температуру печати пластик перегревался и портился почему так получилось если раньше я печатал с этой же температурой все было в порядке на этот счет у меня есть своя теория изначально пластик долго стоял открытым и набрал в себе влагу компенсируя это я повышал температуру и пластик печатался хорошо но затем включили центральное отопление и катушка стоящая рядом с батареей просохла и выставленная ранее температура оказалась слишком высокой это лишь предположение пишите свои мысли в комментариях немного исследовав эту хрупкость я обратил внимание что деталь ломается именно от быстрой деформации если же воздействие медленное то деталь просто гнется так или иначе я понизил температуру на 10 градусов и полностью перепечатал детали и теперь их возможно сломать только молотком но и это не все проблемы с которыми я столкнулся как всегда я затупил и не учел втулку на моторе через которую пропущены провода я придумал четыре решения этой проблемы первое это полностью перепечатать корпус увеличивая диаметр на удвоенную высоту этой втулки это чтобы мотор расположить по центру второе это перепечатать корпус но просто сделать выступ сбоку но при закручивании невозможно будет расположить этот выступ симметрично расположению выключателя будет некрасиво третий вариант это просто пропилить щели уже готовой детали но это тоже некрасиво и колхозно да и ослабит резьбу поэтому я выбрал четвертый самый оптимальный вариант демонтировать нахрен эту втулку чтобы не повредить провод мотор придется частично разобрать кстати в интернете ходит байка что такие моторы нельзя разбирать полностью при вытаскивании магнита из корпуса происходит размыкание магнитного контура после чего крутящий момент мотора значительно уменьшается пишите в комментариях как вы считаете правда это или нет качество мотора шикарная щетки разумеется графитовые если заморочиться их можно будет заменить или даже сделать самодельные но вряд ли вселенная доживет до момента их полного износа вытаскиваю провода чтобы их не повредить втулка вставлена снаружи и слегка развальцована изнутри давайте попробуем ее вытащить в случае необходимости втулку можно будет выпрямить и поставить назад тем самым вернув мотор в исходное состояние оплетка провода слишком толстая и не поместится в корпусе снимем ее раз уж я сюда добрался капну немного машинным маслом теперь необходимо установить крышку назад и перед нами встает проблема установки щеток решается она с помощью двух обычных ниток просто накидываю петли на щетки и при установке крышки развожу их в стороны если же вы просто попытаетесь поставить крышку назад то щетки гарантированно сломаются болты откручивались достаточно туго поэтому я их тоже смажу мотор собран и готов к установке корпус но перед этим я все же протачиваю напильником небольшое углубление чтобы проводам было комфортнее обратите внимание на шпонку на валу всех подобных двигателей она очень хрупкая не всегда получается нормально извлечь ее обычно кончик просто отламывается но и на этот случай есть выход включаю мотор и аккуратно стачиваю ее аточильный камень как я уже упоминал отверстие в патроне на две сотых миллиметра больше диаметра вала и он болтается даже при затянутых винтах это не проблема берем фольгу и аккуратно подматываем чтобы патрон одевался туго но не настолько туго чтобы фольга комкалась и рвалась с количеством витков придется поэкспериментировать вместо фольги также можно использовать каптоновый скотч обычный скотч тоже можно использовать но он менее прочный после затяжки болтов я не обнаружил на валу никакого биения теперь займемся электронной составляющей и сначала я припаяю плату защиты к аккумулятору чтобы не перегреть аккумулятор я делаю так сначала наношу спиртоканифольный флюс на пятачок аккумулятора и царапаю его ножом после чего провода припаиваются очень быстро что никак не вредит аккумулятору вдобавок можно сразу же охладить его спиртом плата защиты припаяна теперь нужно припаять плату зарядки припаиваю ее также к аккумулятору проверяю зарядку все работает это выходные контакты на плате защиты сюда я буду припаивать мотор естественно через выключатель все припаяно и готово к финальной сборке опять получилась какая-то куча проводов почему все мои самоделки так дерьмово выглядит изнутри зацените кстати видео с изготовлением кнопок для викторин ссылку увидите на экране там вообще трэш чтобы мотор входил плотнее я намотал на него немного каптонового скотча что же можно сделать с такой мини дрелью да что угодно даже сбежать из тюрьмы перепилив решетку если удастся ее пронести с помощью алмазного диска за 15 секунд можно перепилить даже болт м3 сверло диаметром 3 миллиметра в легкую просверливает пластик мощности мотора более чем достаточно для моих нужд на холостом ходу дрель потребляет 180 миллиампер при полной остановке ток возрастает до 5 ампер что очень мало для такого аккумулятора я боялся что дрель не влезет в мою коробку с насадками но она отлично туда помещается если вам понравилось видео ставьте лайк и тогда в следующих видео я покажу как изготовить подобную дрель без 3d принтера или же изготовлю самую маленькую дрель из двигателя фотоаппарата пишите ваше мнение в комментариях я благодарю за просмотр всем пока а